Всем привет! Это снова разбор кейса в рубрике «Стань консультантом на флэс». И с вами, как всегда, наш неизменный герой Ренат и кейс Коуч Ханя. Сегодня я решила разобрать с Ренатом достаточно популярный кейс в стиле McKinsey про нехватку донорских органов. Этот кейс известен многим, кто в этой тусовке. Ренат, знаешь ли ты этот кейс? Ну, вообще нет. Пару статей я читал, но очень странно. А какие статьи ты читал? Слушай, статьи были про то, как согласие или не согласие на донорство почек после смерти человека, как оно влияет именно на то, как много почек будут отдавать. О, отлично! На самом деле статьи, которые читал Ренат, они немножко пересекаются с темой кейса. Я думаю, это как раз таки ляжет в основу его бизнес-сенса по этой теме. Однако, это не будет непосредственно ключом к тому, чтобы решить кейс. Потому что данный кейс, он будет немного отличаться от тех двух, которые мы решили в предыдущих видео. Собственно, во-первых, это будет интервью-эрлад кейс. Это означает, что больше вопросов Ренату буду задавать я. При этом от него требуется красивый, структурный ответ на каждый вопрос. И, соответственно, второе отличие от данного кейса будет в том, что нам не нужно будет прийти к какой-то конкретной рекомендации в конце, а весь анализ будет направлен на то, чтобы посмотреть широту мышления кандидата. Собственно, максимальное количество вопросов будет направлено на рассмотрение опций. И в итоге кейса не нужно будет давать рекомендацию по поводу того, что именно мы хотим сделать. Скорее, это будет такое небольшое заключение по тем направлениям, которые мы уже рассмотрели. Я такую рекомендацию называю рекомендацию в формате Proposal. То есть это значит, что мы еще не решили, что делать клиенту, но мы уже определили направление анализа, которое мы делали, если бы делали данный проект. Вот. Поэтому я, в принципе, обозначила основные отличия. Мы можем начать. Окей, давай. Твой клиент – это Министерство здравоохранения Нью-Йорка, которое обратилось к тебе с проблемой, что у них в последнее время растет нехватка донорских органов. И? То есть есть такой небольшой гэп между тем, сколько органов нужно и сколько органов есть в наличии. Соответственно, наша задача является определить факторы, которые помогут нам в снижении этого гэпа. То есть по факту все возможные драйверы, которые влияют на вот этот недостаток, да, и, соответственно, как мы можем на каждое из них повлиять. Окей. Хорошо, интересный кейс. Я правильно понимаю, что наш клиент – это Министерство здравоохранения Нью-Йорка, его задача – это снизить гэп между теми, кто хочет получить органы и теми, кто их в действительности отдает. Да. И наша задача – определить факторы, которые будут снижать этот гэп. Да, в целом правильно. Единственный момент, что мы хотим не то, чтобы снизить разницу между тем, кто потребляет, и теми, кто свои органы отдают, а в целом разницу между использованием органов и их, скажем так, поставкой. Окей. В чем отличие? Ну, в том, что поставка, может быть, не всегда… От людей. От людей, да. И не всегда от тех людей, которые в Нью-Йорке. Да, соответственно, это более широкое понятие. Да, хорошо. Вот, а перед тем, как перейти к структуре, я бы хотел задать несколько уточняющих вопросов. Во-первых, донорские органы. Что имеется в виду под этим? То есть, какой-то отдельный орган или совокупность? На самом деле, речь здесь идет о совокупности органов, но мы можем взять какой-то один, то есть, например, если ты читал про почки, можем взять почки. Окей. И сказать, что почки являются боттлнеком, да, то есть, по факту, если человек, например, дает согласие на то, чтобы использовать органы, и они у него все в надлежащем состоянии, то, соответственно, он отдает все органы, в большинстве случаев, да, и наша задача выделить тот, которого не хватает больше всего. Окей, да, и второе, я бы хотел уточнить, вот за какой временной горизонт мы это хотим сделать? Есть ли какие-то ограничения с этой стороны? Здесь нет ограничений по времени, нам это нужно сделать как можно быстрее. Окей. Нет ограничений по времени. Вот, в данном кейсе волнует ли нас что-то, кроме этого гэпа? Есть ли другие факторы, на которые стоит посмотреть? Ну да, они однозначно есть, но я думаю, что эти факторы, они будут относиться к каждому конкретному драйверу, который мы будем рассматривать. То есть, например, фактор этики какой-то, там, морали, фактор денег где-то, да, ну, то есть, я думаю, это будет зависеть от того, какие мы выберем направления для дальнейшего анализа. Окей, да, я понял по поводу наших целей, теперь я бы хотел уточнить, а как работает вот этот текущий рынок? Могли бы вы рассказать, как на текущий момент кто употребляет эти почки и как они обычно подставляются именно в Нью-Йорке? Да, хороший вопрос. На самом деле работает все очень просто. Есть банк органов, в который, там, он один или несколько в зависимости от территории. Ну, суть в том, что туда поступают органы от доноров, и в дальнейшем они распределяются тем пациентам, которые стоят в очереди на пересадку данного органа. Окей, да, я понял. Соответственно, а что тогда такое гэп? Это, правильно понимаю, число людей в очереди? Да, все верно. Это для наших КПИ? Да, да. Окей, то есть число людей в очереди, соответственно, эту штуку нужно сократить. Хорошо, я понял. И, наверное, последний вопрос. Мы интересуемся только, получается, снизить гэп именно в Нью-Йорке? Да. Окей. Хорошо. Я бы тогда взял минутку, чтобы составить структуру, и я позже вернусь к вам с ней. Хорошо, отлично. Окей. В этом кейсе у нас есть четыре, скажем так, блока, которые я бы хотел посмотреть. Это то, как работают предложения, то есть доноры текущие. Это то, как работает спрос, то есть люди, которым нужны органы. Это то, как они встречаются, то есть это рынок, на котором они оперируют. Я не знаю, там, может, все бесплатно продается или стоит повысить цену, например, чтобы снизить гэп. И четвертый блок – это банк. То есть я бы посмотрел, а как сейчас почки там хранятся, возможно, что-то там происходит неэффективно. Вот. Поехали. Первое – это будет предложение. То есть предложение почек. Вот. В нем я бы посмотрел, как это работает на текущий момент. И какие можно новые источники предложения придумать. Это, например, они могут быть как, скажем, натуральные, ну сейчас нет, плохое слово. Это могут быть как искусственные, так и неискусственные почки. Вот. То есть с точки зрения новых мы можем или увеличивать за счет новых искусственных, или новое натуральное. Вот. Если это искусственное, то вопрос «как» и «как дорого?» То есть мне нужно понимать процесс, как это происходит. А если новое, то вопрос «за счет цены или за счет информированности?» Ну, то есть мы будем делать акцент или на то, что условно мы вам за это заплатим, поэтому сдайте, пожалуйста, почку. Или мы будем делать акцент на какой-нибудь ответственности, что если вы погибнете, то вы должны там понимать, что почка кому-то нужна. То есть вопрос «как мы будем получать новые натуральные почки?» Вот. Или за счет цены, или за счет, ну, я бы назвал это ответственность. Окей. То есть предложение почек я посмотрю на два блока. Это новое натуральное, новое искусственное. Вот. И возможно пересмотреть текущий процесс, как мы их получаем. Вообще, как доноры их отдают. Может, там тоже будет что-то интересное. Вот. Второй блок я посмотрю на спрос. То есть вообще, а кто предъявляет спрос на текущий момент? Возможно, у нас есть люди из других городов. Если наша цель – снизить гэп, то мы можем их отсечь. Вот. Тут я посмотрю, кто предъявляет спрос и можно ли как-то сортировать по важности. Вот. Хорошо. Третий момент. Я посмотрю на рынок. То есть, а как сейчас он работает? То есть, когда на рынке есть гэп, то есть спрос там меньше предложения, то мы помимо влияния на спрос и предложение можем просто позволить цене вырасти. И тогда у нас уменьшится спрос или вырастет предложение. Вот. В общем, третий блок моего анализа. Я посмотрю, а как на текущий момент работает этот рынок. То есть, есть ли там рыночные механизмы в виде цены или их нет? То есть, это просто живая очередь. Ну, наверное, с рынка стоит начать. Это будет первый блок. Я посмотрю, рынок, есть ли цена. Окей. И, наверное, четвертый блок, мне кажется, менее релевантный, но на всякий случай его затрону. Это банк. То есть, то, как он функционирует, то, как они хранятся там и происходят ли какие-то потери. То есть, как хранятся. Есть ли какие-то потери. Вот. Ну, я думаю, четыре блока достаточно. Так как нас интересует только гэп, я бы не включал сфотериски, но посмотрим, что скажет Аня. На всякий случай включу риски, чтобы всегда можно было их обсудить. Я думаю, все. Хорошо. В этом кейсе я бы хотел посмотреть на пять вещей. Первое, две. Это рынок, то, как он функционирует сейчас, есть ли там цена или мы делаем это все бесплатно. Второе, я посмотрел на банк, то есть, как он функционирует сейчас, как хранятся эти почки, есть ли вообще в них потери. То есть, первые два блока – это больше про то, как сейчас функционируют спрос и предложения. Именно как они встречаются. Потом два основных блока – это анализ спроса и предложения. В предложении я посмотрю, можно ли его увеличить за счет новых натуральных почек или новых искусственных почек. В натуральных нужно посмотреть, как мы сейчас их получаем и, собственно, думать, как получать их больше. Но есть гипотеза, что мы это можем делать как с помощью цены, так и не вспомним. То есть, мы можем или аргументировать людей, сдавать почки на донорство, потому что мы за это им будем платить, или можем не ставить акцент именно на цене, а делать акцент на какой-нибудь ответственности людей. Окей. Вот. И, соответственно, если новый искусственный, то вопрос, как это сделать и как дорого это будет стоить, и насколько люди будут готовы за это платить. И насколько это вообще будет целесообразно с точки зрения работоспособности. Да, ну да, то есть вообще реально ли это сделать. Вот. С предложением все. Теперь спрос. Ну, в спросе, так как нас интересует именно гэп в Нью-Йорке, я посмотрел, а кто имеет право податься вот в эту очередь, если, например, скажем так, там есть люди не из Нью-Йорка, если наша цель снизить гэп, то, возможно, стоит обрубить часть спроса. Вот. Но с точки зрения моральных ценностей, я думаю, это не приоритетная ветка анализа, стоит сфокусироваться на предложении, но с точки зрения исполнения цели, она может быть рассмотрена. Вот. И пятый блок – это риски. Я бы посмотрел вообще, какие риски мы несем, вот внедря каждую из предложенных инициатив. Ну да, риски здесь можно посмотреть исключительно с точки зрения каждого решения. Да. То есть у каждого предложенного нами решения будут свои риски. Все верно. Так, хорошо. Ну смотри, на самом деле структура с точки зрения логики и контента мне нравится. То есть действительно то, на что стоит смотреть в данной ситуации. Но с точки зрения самой структуры она, мне кажется, немножко не миссии. То есть мне кажется, что какие-то блоки здесь внутри пересекаются. Ну с ценой? Во-первых, с ценой. Во-вторых, у нас здесь есть рынок. То есть рынок, как сейчас, есть очередь, да, чтобы туда встать, нужно ли платить, нужны ли какие-то условия, чтобы… Ну окей, то есть это по факту текущая ситуация, как сейчас все есть. Но вопрос скорее в другом. Когда мы говорим просто, вот я хочу посмотреть на что-то, мы немножко абстрактизируем, да, то есть мы не имея какой-то конкретной гипотезы, просто запрашиваем информацию. Было бы здесь, наверное, более правильно, если бы у тебя уже были какие-то гипотезы. То есть, например, наш изначальный вопрос, он какой? Снизить гэп. Да, то есть за счет каких элементов мы можем снизить гэп. Это значит, что по факту мы можем уже прописать все потенциальные элементы, которые здесь есть. И дальше по ходу дела выяснять у интервьюера, имеет ли место этот элемент в системе или нет. Да, то есть, например, я думаю, что мы можем решить этот вопрос при помощи денег. То есть, если люди сейчас не платят, они могут начать платить, а если они платят, могут начать платить больше. Да, как пример. И вот твоя задача сейчас как раз в структуре перечислить вот те самые элементы, которые могут быть частью этой системы. Понимаешь, да? То есть, как бы, не в целом просто сказать, ну, я хочу посмотреть, как это функционирует, а скорее назвать более конкретные вещи, которые, как тебе кажется, могли бы быть рычагами нашего решения. Хорошо. Тогда ее переделать или как бы? Ну, давай подумаем дальше. Я бы тогда вообще выкинул рынок, если мы говорим о рычагах, просто на спрос предложения влияем. Ценовые, не ценовые. Вот, вот это, наверное, ближе. То есть, по факту, все, о чем мы сейчас говорим, и финансовые факторы, и там факторы прочей мотивации, они в той или иной мере влияют либо на спрос, либо на предложение, да? Тут еще хотелось бы один момент уточнить. Вот на курсе по структурированию мы учим три основных вида структуры. И я всегда говорю, что базовой часто является структура, состоящая на основе формулы. То есть, мы вычисляем какой-то элемент, и если этот элемент, основной элемент, который мы рассматриваем в кейсе, числовой, это значит, что дальше мы должны найти драйверы этого элемента, которые, скорее всего, тоже будут числовыми. Вот, соответственно, здесь у нас gap, как мы уже поняли, он числовой, потому что мы его можем выразить в конкретном количестве людей, которые стоят в очереди. Это значит, что дальше мы можем посмотреть, есть ли у нас другие числовые драйверы, которые могут влиять на этот gap. И, скорее всего, если мы в данном случае используем структуру, которая основана на формуле, она будет более миссия и позволит нам учесть больше факторов, чем если мы попробуем здесь делать качественную структуру, как это вот мы сделали изначально. Поэтому, да, давай попробуем сделать формулу, из каких элементов она будет состоять. Я бы сказал, что у тебя gap – это что, это предложение минус спрос? Да, все верно. Со знаком минус. Да. Соответственно, у нас он со знаком минус, потому что спрос больше. Ну, в общем, нужно понятно, что мы или предложение увеличиваем, или спрос уменьшаем. Да, отлично. Можно просто знаки проставить. Вот, соответственно, теперь вопрос, как влиять на каждый из двух. Да. Окей. Можно бить этот ценовые, нет ценовые? А это уже не формула. А это уже не формула. Давай попробуем дальше. То есть, опять, я не говорю, что это неправильно, да. Я просто хочу использовать вот именно этот, именно этот способ в нашем случае. Окей. Почему, да? Потому что мне кажется, что именно в этом случае, когда у нас основной элемент является числовым, использовать формульную структуру дальше более целесообразно. Давай попробуем это сделать и посмотрим, так это или нет. Хорошо. Наша задача – формульно представить предложение и спрос. На текущий момент все предложения, которые мы получаем, это, получается, умершие люди, которые оставили согласие на использование органов. Да, все верно. И эти умершие люди именно из нашей географии, то есть можно считать, что они из Нью-Йорка. Окей. Тогда такой вопрос. Ну, хорошо, тогда формульно это все просто. Это число смертей. Окей. Причем именно тут не все смерти. Ну, окей. Перелагаю просто формульно. Число смертей. То есть ты сейчас все эти дофакторы можешь учесть в качестве коэффициентов. Да. Это число смертей умножить на процент, скажем, смертей, после которых можно взять органы. Угу. Давайте просто назовем процент. Да. Смертей. А дальше процент тех, кто выразил согласие на использование этого. Да, все верно. Процент согласия. Вот. Ну и дальше можно взять процент тех, кто... Ну, скажем так, нужно же обнаружить вовремя тело, чтобы успеть привести органы, чтобы они были в хорошем состоянии. Я хочу сказать, что процент подходящий... Тех, которые в конечном итоге имеют нужное состояние. Угу. То есть тот процент, который мы вначале указали, это процент человека, то есть процент людей, которые имеют нужное состояние. Ну, к примеру, нужно, чтобы люди не болели определенными болезнями, да? То есть мы их... И это означает, что мы их будем вычитать уже на первом этапе, да? То есть то, что у тебя первый коэффициент, верно? Да. А последний коэффициент тогда что будет? Я бы сказал, что это процент тех болезней, которые мы обнаружили вовремя. Угу. То есть первый коэффициент, это которая хорошая болезнь, а второй, это мы их вовремя обнаружили, вовремя привезли и, в общем, успели законсервировать. Да. Окей. То есть это уже состояние самого органа. Если мы делаем ассамшу, что состояние человека, нам подходило. Ну да. Я бы назвал это доставкой. Доставкой давай назовем это. Процент доставки. Процент правильной доставки, да. Угу. Вот. Хорошо. Мне кажется, если мы там учтем все эти параметры, то мы перейдем к точной оценке текущего предложения органов. Да. Хорошо. Отлично. Давай теперь про спрос поговорим. Отлично. Теперь спрос. Работаем формульно. Наша задача формульно оценить спрос. Причем мы договоримся о единицах измерения. Давай брать в годах. Ну. В годах. За год. А. Да-да-да. Конечно. Год. Теперь что такое спрос? Спрос на почки, это, получается, его предъявляют те, у кого отказали почки. Ну, да. Ну, можно сказать и так, да. Ну, то есть, по факту у нас все равно, вот, и в том, и в другом случае у нас всегда есть какая-то база. Давай вот подумаем про эту базу. То есть, если я сказала, что мы говорим про людей исключительно внутри, там, Нью-Йорка. Значит, что изначально и в первом, и во втором случае прям вот очень высокоуровневой базой будет количество людей в Нью-Йорке. А, все, понятно. То есть, предложение только для Нью-Йорка и спрос только для Нью-Йорка. Да. Ну, то есть, здесь мы делаем такой ассампшн, да? Естественно, если не так, то, значит, по-другому нужно. Окей, тогда формуле прошло так. Это число, это популяция Нью-Йорка на долю тех, кто болеет этим заболеванием, на долю тех, кто, получается, выжил. Я пытаюсь сказать это помягче. Можно сказать, можно сразу все это определить в один коэффициент, то есть, например, на долю тех из болеющих, доля тех, кому была назначена пересадка. Ну да, да. То есть, это число людей, число болеющих, ой, на процент. Да. Вот, и дальше мы это умножаем на, получается, процент тех, кому назначена пересадка. Да. Можно ли еще какой-то коэффициент сюда добавить? Вот. Тогда вопрос. Если мы, просто, насколько я понимаю, если почка не функционирует, то человеку специальную капельницу ему нужно ходить. Но я не уверен, все ли доживают до, то есть, я не уверен, что спрос он констант. То есть, вот если человеку назначена операция, и он болеет, то все из них доживут до момента. Ну да, можно сказать и так. Потенциально это можно назвать процент тех, кто запросил, да, эту пересадку, и кто в итоге ее остался ожидать. То есть, здесь может быть такое, что люди запросили, но в итоге сделали в другом месте пересадку, да, ну, там, платно поехали в Европу, например. Или люди запросили, но не выжили, да, тоже такое возможно, да. То есть, есть ряд причин, по которым те, кто запросил, они в итоге не получают. То есть, это доля, которым назначена пересадка, на долю, которую запросили, и на долю, которые остались в следующем очереди. Что будем делать сейчас? Давай на это посмотрим. Я предлагаю посмотреть на ту структуру, которую мы нарисовали сейчас, и на ту структуру, которая была у тебя изначально. Давай подумаем, что из того, что есть в твоей структуре, мы еще не учли в нашей новой структуре, и каким образом мы можем это сделать. Вот, ну смотри, мы не учли банки риски, мы не учли новое предложение почек. То есть, это же текущая картина, да? То есть, это процент смертей, то есть, тут только натуральная почка, то есть, тут только текущий процесс. Я бы посмотрел, то есть, окей, с точки зрения старой структуры можем или улучшить текущий процесс, он как раз направлен именно на натуральные почки. Также мы можем новый процесс сюда добавить, это именно искусственные почки. Да. Вот. С точки зрения спроса, мне кажется, мы учли все, что нужно. Если мы предполагаем, что в очереди стоят только люди из Нью-Йорка, тогда да. Ну вот, здесь тоже вопрос, то есть, потенциально это можно определить как один из драйверов, проверить, кто сейчас стоит в очереди и можем ли мы этот круг людей каким-то образом ограничить. Ну да. Скорее всего, работа над спросом, она будет, во-первых, менее приоритетная в данном случае, да? Ну, потому что уменьшая спрос, мы уменьшаем возможность людей выжить, да? Поэтому все, что мы делаем со спросом, нужно делать очень осторожно. Вот. Соответственно, я бы предложила сконцентрироваться на предложении. Да. И давай тогда определим нашу новую структуру, то есть, это ситуация as is, да? Давай теперь нарисуем структуру to be, то есть, как должна быть выглядеть наша структура. То есть, мы предлагаем опустить момент спроса в этом кризисе? Не, не опустить, но пока что сконцентрироваться на предложении вот в начале, и возможно, мы придем к спросу на нашем там втором шаге. Вот. Получается, сейчас структура ты хочешь, которая именно по предложению? Да, давай. Окей. То есть, наша задача увеличить предложение. Угу. Может, первая натуральная почка? Угу. Вторая искусственная. Вот, натуральная и искусственная. Теперь я, получается, думаю, у натуральных, опять же, есть ценовые и неценовые факторы, вот, но это пока не бьется с нашей формулой. Я думаю, как связать это. По предложению ты имеешь? Да, да, да. То есть, у настоящей почки можно записать формулу, а потом, как мы будем влиять на каждую изюэль. Да, ну, соответственно, то, что ты говоришь, ценовой фактор, если мы говорим про оплату поступающих почек, это, скорее всего, будет в проценте согласных. То есть, предлагая людям деньги за их органы, мы увеличиваем процент тех, кто согласен на пересадку. Вот, а вообще мы же, ну, натуральной почке не обязательно, ну, скажем так, у мертвых людей брать. Нет, я не знаю, как там с текущим законодательством, но предлагаю в нашей структуре это не смотреть. Окей. То есть, вообще, теоретически, если бы смотреть, там, конечно, насколько я знаю, намного больше опций, но мы будем смотреть самые, скажем так, легально чистые. Хорошо. Значит, мы можем влиять на каждый из этих коэффициентов, причем, ну, можно подумать, как, в основном, это ценовые и неценовые факторы. Так, на каждый из этих коэффициентов. Ну, окей, число смертей вряд ли, процент хороших смертей вряд ли, вот процент согласия основной. Хорошо, да, вот. И процент доставки. Во-первых, да, во-вторых, у нас есть еще база, то есть здесь тоже есть такой момент, если мы можем, не увеличивая базу спроса, попробовать увеличить базу предложений. Ну, тогда это не число смертей, это тогда будет... Да-да-да. Если ты число смертей разделишь на базу и коэффициент смертности, это будет означать, что коэффициент смертности мы, естественно, не трогаем, да? Вот, а базу можем увеличить. Ну, да, если расширимся, скажем так, экстенсивно в другие регионы. Да, вполне. Возможно, есть в некоторых регионах нет такой проблемы, как у нас, да, и мы могли бы у них запрашивать лишние, скажем так, органы. Ну, хотя, знаешь, я бы, наверное, это все равно в кейсе рассмотрел бы, вот как раз в проценте доставки. Я бы сказал, это зона, которую мы покрываем, эффективность покрытия этой зоны. А тут речь идет скорее о расширении зоны. Да, как раз один из двух блоков доставки – это зона, в которой мы работаем, и эффективность, то есть насколько мы быстро умеем доставлять вот внутри этой зоны, насколько мы быстро умеем доставлять эти, получается, бочки до банка. Ну, понятно, это просто в другом. Просто если мы по формуле смотрим, ты опять немножечко съехал в сторону качественного анализа, то есть с точки зрения качественного анализа мы можем это там рассмотреть, но с точки зрения формулы наша задача определить, к какому блоку будет относиться число, на которое мы будем увеличивать. Число – действительно процент смертей. База. Да. То есть база людей, откуда мы потенциально можем брать органы. Окей, да. За счет базы процент смертей, которые пригодны, ну, точно нет. Окей, подчеркиваем. Хорошо, да, остается там три направления анализа – увеличить базу, процент согласия и процент успешной доставки. Давай подумаем, из этих трех направлений какое кажется тебе самым перспективным? Процент согласия. А почему? Ну, вообще, это был такой ассамшн, я не знаю, как он сейчас. Условно, у тебя есть две опции, ты или по дефолту согласен, или по дефолту не согласен. Условно, если мы уже по дефолту согласны, то вряд ли это можно исправить, еще выше сделать. Да, но вот на самом деле твой ассамшн, он был построен скорее на том, что процент согласия легче изменить. Ну да, его легче изменить. То есть не факт, что он сейчас низкий, но его, мне кажется, очень просто поменять. Соответственно, что нам нужно проверить перед тем, как более глубоко рассматривать этот блок? Как он сейчас? Да. Ну, если мы сделаем ассамшу, что он сейчас небольшой. Окей, здорово. То есть меньше там 40%. Отлично. Соответственно, дальше мы уже говорили про то, что изначально мы рассматриваем какой-то параметр при помощи формулы, что мы, собственно, и сделаем. Но вот дальше, когда мы уже говорим про способы изменить какой-то числовой драйвер, как в нашем случае процент согласия, скорее всего, здесь формула уже не будет работать. Ни в каком другом случае, кроме как если мы захотим посмотреть сегментацию. Ну да. То есть как бы единственное, как мы еще можем использовать формулу в данном случае, это запросить сегментацию и посмотреть, есть ли какие-то у нас группы людей, скажем так, где согласия больше или наоборот меньше. Так, ну окей. Давай вот пока на этом остановимся. Давай подумаем вообще, если мы говорим про процент согласия и, собственно, про то, что нам надо проанализировать сегменты, по каким параметрам ты бы сегментировал людей? Утверждение. Нужно найти сегменты, внутри которых процент согласия будет отличаться. Ну, в этом смысле сегментация. Да-да-да, конечно. Окей. То есть здесь мы будем говорить о том, что окей, у нас изначально уже есть люди, которые дали согласия при жизни, да, и какой-то определенный процент от населения. А, хорошо. Ну тогда можно бить так, это процент, который при жизни не при смерти, которые дали согласие. То есть у тебя есть базовый процент, которые вот с вычищены ими согласились. И процент, скажем, когда человек умер, но за него кто-то согласился. Да. Хорошо, давай рассматривать процент тех, кто дает согласие при жизни. Ну-ку. И вот из тех, кто дает согласие при жизни, есть, ну, определенные группы, в которых согласия где-то больше, да, где-то его меньше. Как думаешь, по каким параметрам есть смысл делить группы, чтобы выделить вот те самые несоответствия, то есть разницу процента согласившихся в разных группах? Сейчас перед тем, как отвечать на вопрос, я пока не до конца понимаю, смотри, во-первых, получается, в Нью-Йорке это не по дефолту, что я согласен, что при моей смерти мои органы будут использованы. Автоматически, по дефолту, что я не согласен, я должен написать согласие. На самом деле немножко не так, то есть согласие получается во время получения тобой прав. Окей, то есть если я получаю права, я автоматически согласен? Нет, ты заполняешь бланк, в котором ты либо ставишь, либо не ставишь эту галочку. Окей, вот, а есть другие способы подписания согласия? Да, ты можешь потом написать заявление. Собственно, руч. Да. Ну, в смысле, то есть еще раз, у тебя получается большая часть людей это просто водители, которые поставили галочку, да? Ну, не то, чтобы водители, просто у них считают, что да, для них права это как у нас паспорт, да, поэтому считают, что при получении паспорта. Окей, ну, хорошо, да, и там, возможно, кто-то, кто-то донес. Окей, тогда вопрос, на какие группы я бы поделил людей, которые при получении прав отвечают по-разному на этот вопрос? Да, 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 все верно. То есть, у них должен быть какой-то признак, который их отличает, который влияет на процент согласия? Да, все верно. И этих признаков может быть очень много. И на самом деле эти признаки, они могут относиться как к самим людям, так и не только к людям. А, окей, еще и в Нью-Йорке. Да, то есть, но это может, геолокация тоже может иметь значение, да, на геолокации? Вообще, по моему опыту чтения статей, на самом деле, большинство, мне кажется, единственное, что влияет, это автоматически да, и ты ставишь крестик. Окей. У меня сейчас приходит в голову идея, как это, как задать вопрос и как зафреймить ответ, но пока спрашиваем не об этом вопрос, что отличает группу людей по проценту согласия. Да, да, да. То есть, еще раз, да, повторюсь, что это может быть, во-первых, ряд характеристик людей, да, а во-вторых, также характеристика места, времени, ситуации, при которой они заполняют данную анкету. Ну, да. Мне кажется, основной это будет возраст или доход. Возраст или доход. Хорошо. Смотри, давай мы сделаем так, что больше процент согласия мы получаем в моменте, ну вот, изначально, то есть человек либо согласен, либо нет. Дальше он может поменять свое мнение, но таких людей меньшинство. Ну, да. То есть, большинство они выбирают в момент получения прав, а это 16 лет. Окей. Получается, в 16 лет большинство получает эти права и принимает решение, да? Да. Окей. Тогда можно бить, типа, 16 или нет, 16 по возрасту. Ну, хорошо, ладно, давай, по возрасту может быть такое. По возрасту, окей, один из вариантов. Что еще может быть? Как по-другому бить? Ну, да-да. То есть, возраст это прям один, а я тебя прошу назвать, ну, 10. 10 разных типов или? 10 разных способов сегментировать людей. Окей, ну, давайте смотреть. Это может быть их возраст, это может быть район Нью-Йорка, где они получают права. Это может быть то, где они учились на эти права. То есть, возможно, у разных школ разные подходы. Может, в каких-то школах упоминалось это, в каких-то нет. Хорошо. То есть, деление по типу школ, может быть, деление по доходу, как я уже упомянул. Ну, то есть, есть более бедные люди, более богатые. Можно это оценить по тому, где он живет. Может быть, ладно. Окей, по доходу. Теперь, пятое. Почему можно их сегментировать? По типу машины, если мы не знаем. Не-не, тип машины как влияет? То есть, сегментировать-то ты можешь по типу машины, но задача сделать так, чтобы твоя сегментация давала тебе какой-то инсайд. Ну, да. То есть, например, моя гипотеза такая, что больше там часть богатых людей дает согласие, а те, кто зарабатывает меньше, они не дают. Или наоборот. Да? То есть, как бы здесь, да. А ты же не можешь сказать, что моя гипотеза, те, кто ездит на БМВ, дает согласие, а те, кто ездит на Мерседесе, нет. Возможно, такое тоже есть, да, но тут вопрос адекватности гипотезы, да, соответственно. Ну, смотри, если честно, мне кажется, основное это по возрасту. Там вопрос, у тебя получится... Нет-нет-нет. А, хорошо, у тебя получится один большой сегмент, 16 лет, поэтому плохо. Их нужно как-то бить внутри. Да-да-да. Религиозное-расовое соображение или политическое? Ну, политически меньше, а вот религиозный, да. Это же вот, скорее всего, это был бы основным критерием, да, почему, ну, как думаешь? Ну, в каких-то религиях это окей, в каких-то нет? Да, конечно. То есть, во-первых, люди определенной религии, они могут все поголовно там писать, нет, да. И мы уже можем сказать, что окей, у нас есть сегмент, который изначально он отказывает. Это первое. Расовая, там, или национальная принадлежность тоже влияет, скорее всего. С какой стороны может влиять она? Вопрос, почему в зависимости от разной национальности будут разные проценты ответов. Религия, я бы сказал, это религия и предубеждение. Ну, с религией мы уже разобрались, да, однозначно она влияет, но именно с точки зрения национального деления. Что может там влиять? Я хочу сказать цвет кожи, но... Ну, можно. Ну, не то чтобы, ты просто можешь найти корреляцию между людьми, допустим, там, люди из, там, ну, допустим, белые люди, они чаще ставят согласие, да, а вот, допустим, ну, восточные люди, они не ставят согласие, да. Скорее всего, это связано с какими-то, во-первых, национальными предубеждениями, во-вторых, с культурой, да, и, в-третьих, с каким-то опытом проведения, там, ну, тех же процедур у себя в стране. То есть это точно возраст, это точно национальность, религия, ну, мне кажется, это скоррелированная религия-национальность. Ну, то есть я бы выбрал, что это одно, или национальность, или религия. Разные же вещи. Ну, где там, математически, да, можно прям все сделать, но в кейсах, если ты будешь брать три признака... Не-не, так подожди, я же сейчас тебя прошу не проанализировать по признаку, а назвать мне максимальное количество признаков, которые ты можешь обоснованно использовать в данном вопросе. А, окей, то есть все, что влияет. То есть это, считай, что это вопрос на креативность. Ну, типа регрессоры. Да, да. Окей. То есть мы сказали, это... То есть основное, это число лет, это вероисповедание, это национальность, это доход, это тип школы, где они проходили обучение. Возможно, их, мне кажется, политические предпочтения важны. Ну, окей, ладно. Республиканец-демократ. Хорошо. Так, это мы ушли. И место, где они заполняют анкету. Ну, да, можно. Не уверен, что это влияет, но... Может влиять, да? Тоже давай подумаем. Будет там какой-то инструктаж проведен или нет специально насчет этого? Вот, скорее, это связано с инструктажом перед тем, как заполнить анкету, во-первых. И, во-вторых, это, скорее всего, связано с тем, продают ли им эту идею или нет, да? То есть, вот, допустим, когда им дают анкету, им могут обратить внимание на этот вопрос, да? То есть сказать, что если вы поставите галочку «да», вы спасете там людей и так далее, да? Ну, соответственно, если в каком-то месте на это не обращают внимания, скорее всего, конверсия будет меньше. Да, мы согласны. Вот, хорошо, ладно, с этим мы поняли. Теперь давай следующий вопрос. Здесь же, да? То есть, ну, допустим, у нас там есть какие-то сегменты, в которых меньше дают согласия. Ну, может быть, их нет, да? То есть, независимо от этого, давай попробуем распределить наши действия, то есть по мере приоритетности. Что бы мы могли сделать, чтобы увеличить процент согласных? Вот. Если вопрос задан так, я бы вообще не смотрел на наши критерии. Я бы сказал посмотреть, как мы, какой вординг вот стоит в вопросе. То есть мы говорим или хотите ли вы отдать почки в случае вашей смерти, или хотите ли вы спасти людей, которые нуждаются в почках в случае вашей смерти. И у тебя будет кардинально разный процент ответа. Ну, хорошо, это один из способов. И сказать, то есть, окей, это вординг, это фрейминг. То есть мы говорим, типа, поставьте галочку, если вы не хотите спасти людей. То есть тебе нужно сделать, чтобы не спасти, или сказать, чтобы спасти. Или не делать, да. То есть ты где галочку ставишь? Это тоже очень сильно влияет. Окей, хорошо. То есть, мне кажется, две основные. А с точки зрения наших критериев, я бы посмотрел, как эту идею продают на местах. Так, и будет ли там инструктаж, насколько это важно, с моральной точки зрения, помогать, получается, нуждающимся людям. Хорошо. Пока что мы назвали это вординг, который стоит в анкете, фрейминг, тоже связан с анкетой. Ставишь или не ставишь галочку. И инструктаж на месте. Три вещи. Я изменяю, что нацию, религию можно как-то победить? В плане предубеждения у нации или у религии. Ну, давай пока вот абстрагируемся, да, как я уже сказала, абстрагируемся от наших критериев и какие-то более общие рекомендации попробуем сделать, да. То есть, то, что ты сказал с формулировкой анкеты, хорошо, я согласна. Инструктаж на месте, да. Но это не все. То есть, далеко не все. Я придумал, есть очень хитрый способ. Мы принимаем закон местный, который говорит, ребят, вы все согласны. Если не согласны, пишите отдельное заявление и несите его нам. Это очень сильно увеличит процент согласия. Российская тема, но... Мне кажется, наоборот, что в России бы все написали заявление, что они не согласны. Нет, еще раз, вы принимаете закон, что автоматически все согласны. Если вы хотите отказаться, идите вот туда, подстойте очередь, принесите бумажку, и тогда мы вас отклипим. Так, я поняла. Ну, может быть, это уже то же самое, чем влияние, только на более high-low. Смотри, здесь тоже хотелось бы сделать такой комментарий вот по тому, как ты отвечаешь, да. Ты, в принципе, говоришь правильные вещи, но ты никак не хочешь их структурировать. То есть, когда я задаю вопрос, например, что мы можем сделать, тебе почему-то кажется, что есть один конкретный ответ или два, которые вот нужно здесь. На самом деле, здесь такая же задача. Мне нужно максимальное количество ответов, которые тебе приходят в голову, да. То есть, начиная от промо-акции в Инстаграме, да, заканчивая там привлечением футболистов там, да, или кого-то еще, понимаешь, да. То есть, здесь важно мыслить шире и дать прям полную картину того, что вот представь, что ты пиар-директор, да, и тебе нужно увеличить конверсию. Что бы ты сделал? Это первое. И второе. То есть, здесь мы как бы проверяем креативную часть, да, насколько ты сможешь нагенерить подходящих идей. И с законом было уже интересно. Было интересно, согласна. Но второй момент, это еще сделать структуру. Окей. То есть, да, определить какие-то блоки изначально. Это могут быть разные блоки. Это может быть Customer Journey, да, например. То есть, от момента, когда там мы человеку внедряем идею того, что это надо сделать, до момента, пока он заполняет галочку, да, там есть определенные шаги. То есть, непосредственно перед анкетой это будет инструктаж, да, дальше само анкета и, возможно, есть что-то до, на что мы также можем влиять. К примеру, это может быть качественная структура, да, то есть, ну, все зависит от тебя. В принципе, ты можешь здесь взять минуту, подумать и вернуться ко мне со структурой. Да, давай так и сделаем. Отлично, хорошо. Окей. Я бы структурировал процент согласия так. Это базовое число людей или процент людей, которые считают, что нужно жертвовать почки. И второе, я бы сказал, что то, как мы этим процентом манипулируем, звучит не очень красиво, поэтому я скажу процент актуального ответа. То есть, то, как человек, имея какие-то предубеждения, как он в реальности ответит. Вот. Ну, соответственно, мои идеи, которые я озвучил раньше, они все почти направлены на процент реальных ответов. То есть, мы или меняем вординг, или фрейминг, проблемы меняем. Вот. Или мы, третье, воздействуем на них. Ну, окей, хотя... Ну, да, можно сказать, что мы просто перед моментом принятия решения мы им еще раз освещаем определенную точку зрения. Я бы сказал, что это небольшая манипуляция их мнением. Ну, это то, что происходит в школах, возможно, это когда кто-то им про это рассказывает или подчеркивает. То есть, это третья этой школы, собственно. Вот. И первый блок, который я не упомянул изначально, это базовое мнение людей. На него, на самом деле, тоже может влиять. Как это делать? Мы можем или проводить, как бы, политические дебаты или... Ну, да, это называется дебаты. Политические дебаты. Или просто рекламировать это. То есть, чтобы определенные популярные люди озвучивали свою точку зрения, это можно делать как просто партнерский проект, так и за это платить. Вот. То есть, это или дебаты, или реклама. Но, соответственно, вот, мне кажется, эти пять основных блоков, они влияют на процент согласия. Итак, мы можем влиять на процент согласия двумя способами. Мы можем менять, как бы, базовую точку зрения людей. А второй мы можем менять, манипулировать ей. Окей. Окей. Вот. Я считаю, что наиболее актуально все-таки второе, но давайте начнем по порядку. Как можно менять базовую точку зрения? Мы можем делать общественные дебаты или политические, когда будут приходить люди, высказывать точку зрения, и там можно высказывать определенную точку зрения в таких дебатах. Соответственно, через это влиять на население Нью-Йорка. Хорошо. А второе, мы можем, ну, запустить просто рекламу. То есть, если действительно есть люди, ну, я уверен, что они есть, которые поддерживают нашу точку зрения правительственную, мы можем заплатить, чтобы они публично ее высказывали. А можно не платить, можно просто сделать, вряд ли стоит платить за это, сделать некоммерческую программу, там, поможем больным людям, которым нужны почки. Это сделать какую-то пиар-активность рекламную, не политическую. Вот. А с точки зрения манипуляций, я бы посмотрел на бортинг и фрейминг, то есть, то, как мы ставим вопрос, и то, где автоматически стоит ответ. Они должны сказать нет или сказать да. Вот. И третий, наверное, способ изменения их базового мнения, это то, что происходит в школах, то есть, производится ли там какая-то точка зрения перед тем, как они заполняют эту анкету. Окей. Я думаю, 5 основных блоков. Так, ну хорошо. У меня комментарий тот же, в принципе, такой же, как и был к тебе на протяжении всего кейса. То есть, с точки зрения контента мне нравится, но с точки зрения структуры это не миссия. То есть, давай подумаем. Во-первых, тут немножечко не хватает контента, на мой взгляд, есть какие-то прям совсем очевидные вещи, которые можно было бы сюда включить. Давай поговорим про первый блок. Ну, если мы говорим базовое мнение, то есть, по факту, это более, во-первых, долгосрочная вещь, да, то есть, но при этом она хороша тем, что мы можем изменить мнение тех людей, которые когда-то поставили уже галочку нет, да. То есть, мы можем при помощи изменения базового мнения, можем увеличивать процент тех, кто уже там, кому же за 16, кто в ближайшее время не будет получать. Да, то есть, это больше процент согласия именно тех, кто получает. Да. Мы говорим про общее, да, поэтому я согласен, структура только учитывает получающих, а второй – это тогда те, кто уже высказал свою точку зрения. Не обязательно, не обязательно так. Мне кажется, можно оставить, просто у тебя базовое мнение, оно будет влиять одновременно на две группы людей, в то время как вот это, оно будет влиять только на первую группу. Ну, базовое тут еще, наверное, нужно. Нужно добавить, да. А еще, типа, как это легко сделать, как это удобно, поменять свою точку зрения? Ну, это понятно. Где тебе это предлагают сделать? Да, но тут скорее речь идет именно об инструментах, то есть, о том, что ты мог бы использовать. Ты сказал дебаты, окей, я согласна. Чтобы сделать это более high-level, да, я бы убрала политические, сделала бы high-level просто дебаты, и потом мы можем их делить на разные типы, студенческие, не студенческие, политические, по телевизору, не по телевизору, ну, то есть, разные, да, уже? Окей, блок рекламы, он для меня очень абстрактный, давай подумаем, что в него может включаться. То есть, вопрос, окей, вопрос, что такое реклама? Тебе нужны конкретные инициативы или блоки внутри рекламы? Я бы сказала, что блоки, потому что есть ряд вещей, которые не названы, лично мне пока что непонятно, относятся ли они у тебя в блок рекламы, или их у тебя просто нет. Окей, ну, рекламу я бы бил на коммерческую, не коммерческую, то есть, то, которое делается за деньги, и которое делается не за деньги. Что тебе это дает? Ну, коммерческую мы платим деньги, и там, условно, нам проще купить какую-то точку зрения, или, по крайней мере, ее продвинуть, а не коммерческую мы ищем людей, которые изначально за эту идею, и они высказывают свою точку зрения. Мне кажется... Окей, ладно. Вообще, мне кажется, что коммерческая и некоммерческая, суть немножко в другом. То есть, и там, и там ты платишь деньги, да? Просто в первом случае суть коммерческой рекламы в том, что твоя цель получить деньги взамен, да? То есть, коммерческая реклама, например, сникерс. Они рекламируют сникерс, чтобы ты покупал у них сникерс, и они потом получат эти деньги назад от потребителей. А некоммерческая реклама, которая чаще бывает социальной, это, например, реклама из серии, там, пристегните ремни в машине, да? То есть, как бы наша, она скорее будет как раз-таки социальной. Не-не-не, я кремел в виду, платим ли мы за нее деньги или не платим. А какой... тогда зачем это делить? Ну, у тебя разные стимулы. Если мы не платим людям, и они готовы нас рекламировать, это один блок людей. А если мы им платим за это деньги, то это другой блок людей. Хорошо, давай уберем это деление. Что еще можно? Вопрос. Как рекламу можно бить? Да нет, вот смотри. Тут вопрос немножко другой. То есть, не как мы можем ее разбить, и давай придумаем какие-то, может быть, блоки. А у меня вопрос был в другом. Когда ты пишешь рекламу, что ты подразумеваешь? Смотри, наша задача воздействовать на базовую точку зрения. Да. Делается с помощью рекламы. Вопрос, что я подразумеваю под рекламой? Это какой-то месседж, который доставлен, там, к какому-то числу людей, и то, как эффективно он доставлен до них. Хорошо. Ну вот, три основные компоненты. Да, то есть, месседж. Хорошо, давай так, да. То есть, реклама должна включать в себя месседж, способ доставки этого месседжа. Ну, эффективно, да. Может быть, даже таргетинг. Да, охват. И, может быть, через кого мы доставляем этот месседж. Да? То есть, привлекаем ли мы звезду какую-то. Ну, это способ один. Ну, месседж, способ, охват, эффективность. По способам я скорее имею в виду, там, допустим, это будет видео реклама, или это будет интернет какая-то реклама, или это будет вирусное видео, например, или это будет наружная реклама. Ну, это все способ донести какой-то месседж. Да, да, да. Поэтому человека, то есть, именно привлекаем ли мы кого-то или нет, я бы выделила отдельно. То есть, именно кто наше лицо, скажем так. Ну, это просто внутри способов будет очень много. Ну, то есть, я бы делал так, мы какой-то месседж хотим донести до какого-то числа людей с какой-то эффективностью и таким-то способом. Способ, это может быть разным. Видео. Ну, да, там, я хочу много. Да, а человек, которого мы используем, это не способ. Это отдельно. Почему? Мы доносим его через этого человека. При помощи либо видео, либо наружной рекламы, либо конкурса у него в Инстаграме. Окей, ну, хорошо. Понимаешь, да? То есть, как бы ты через кого, а потом что? Ты можешь делать что по-разному, при этом у тебя может присутствовать кто-то, кто имеет значение. Ну, например, там, звезда спорта. Да, когда, подожди, это все то же самое. Можно в видео, ну, то есть, там, то, как мы эту рекламу доставляем, ты просто внутри способы говоришь, это звезда или не звезда. У тебя способ по-прежнему видео, он просто получается, ну, не знаю, типа, со звездой или без звезды. Ну, да, но тогда это можно все то же самое. То есть, видео цветное, не цветное, да, там, в Ютьюбе, не в Ютьюбе. Ну, то есть, как бы, деление, оно всегда может быть любым, да, то есть, просто важно понимать, зачем это деление нужно, да, и какой именно контент ты хочешь этим делением донести. Окей. Вот, но в целом, хорошо, про рекламу понятно, а если мы говорим про дебаты, частью какого более крупного блока это может быть тогда? Общественное обсуждение? Ну, я бы сказала, что это часть пиар, да, то есть, у нас есть какой-то пиар, то есть, ну, некий public relations, да, когда мы пытаемся вывести тему на... Ну, понятно, типа, стимулировать, да, 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 стимулировать именно обсуждение, то есть, если рекламу мы больше доносим месседж конкретному человеку, то пиар, о, прикольно, то есть, типа, пиар это больше вынести эту тему на обсуждение. Да, да, и, соответственно, дебат это не единственный способ, вот, давай этот блог тоже чуть покопаем. Давай покопаем. Ничего вопрос, как вынести тему на обсуждение. Да, 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 это, кстати, хороший момент. Касается очень многих тем, которые сейчас актуальны, то есть, способ рабочий. Дебаты, это один из них. Что еще может быть? Это вывести тему к обсуждению. Да. Провокационные посты. Может быть, ну, то есть, да, провокационные какие-то действия, скажем так. Это может быть, да. И также очень хороший способ именно пиара, это использование темы в каких-то актуальных, популярных, ну, возможно, молодежных, возможно, нет, медиа. То есть, это может быть либо в сериале, либо в журнале, либо у какого-то известного блогера, да. То есть, когда блогер сам поднимает эту тему. Ну, вроде как, не изначально. Соответственно, что у нас получилось по этой структуре? По этой структуре получилось следующее. Мы можем влиять как на базовую точку зрения, так и на манипуляцию этой точки зрения. С точки зрения базовой мы можем это делать, вынося проблему на обсуждение, то есть, через пиар, получается, канал. Можно делать через дебаты, через какие-то истории популярные, неоднозначные. Или через такие же, ну, да, наверное, провокационные посты, это и есть неоднозначные истории. Да. Или через прямые дебаты, или через неоднозначные истории, где полярная точка зрения есть. А может быть даже и через однозначные, а это можно назвать как product placement? Ну да. Тоже, это я бы назвала отдельным даже блоком. То есть, когда мы помещаем проблему внутрь чего-то популярного фильма или сериала. Да, согласен. Вот, окей. И второе? Второе, мы можем рекламировать эту штуку. Тут тоже есть пять критериев основных. Это то охват, который мы хотим достичь. Это способ, как мы доносим какой-то месседж. И это эффективность этого месседжа. И также используем мы звезду или нет в доноске этого месседжа. В донесении. Да, кого мы используем. Окей, хорошо, отлично. Давай мы сейчас сделаем небольшой стабэк. Окей, стабэк. Наша задача была уменьшить гэп, который есть. Сейчас что мы сделаем? Мы сказали, что мы будем воздействовать на предложения. Причем предложения именно натуральных почек. И причем именно за счет повышения процента согласия. Однако есть еще два направления, куда можно посмотреть для предложения. Это или, скажем, расшириться географически. То есть научиться собирать, перевозить тела в морг. С большей площадью и получать больше тел. Да, то есть расширить базу тех, кто потенциально может стать нашим донором. Да. И третий, где ты был? Третий блок – это повысить процент собираемости. То есть, возможно, сейчас мы как-то неэффективно доставляем геопочки. Возможно, они как-то портятся. Мы просто не успеваем вовремя приехать. И, соответственно, мы можем влиять на этот параметр. Да, окей, хорошо. И что у нас осталось? Еще осталось предложение. Сейчас, окей. Вспрос. Нет, нет. Это мы сейчас с предложением. Мы обсудили предложения именно только натуральных. Да. Есть еще ненатуральный блок, который мы пока не покрыли. Он тоже может быть большим. На самом деле, с точки зрения ненатурального блока, я бы только тебя попросила назвать там два-три способа. Как ты видишь, мы можем добывать органы иначе. Мы на самом деле можем даже покупать натуральные. А это, кстати... Если они где-то легально. Нет, именно этот блок натуральные получается таким способом, который уже есть. Смотри, мы можем сделать натуральные и разделить этот блок на покупку или органический рост. И второй – это уже ненатуральные. Давай про ненатуральные поговорим. Хорошо. Вопрос про ненатуральные. Как их предлагать? Я бы посмотрел, вообще есть такая технология, которая искусственная почка делает. Ну, а что это может быть теоретически? Как ты это видишь? Ну, вот для тебя искусственная почка – это что? Ну, хороший вопрос. Это или то, что уже сидит в теле, получается. Ну, то есть прибор, который прям 24 на 7 работает. Ну, или то, что другое, ты говоришь, это... Это не то, да. Ну, да, это не то. Ну, соответственно, это какой-то прибор. А прибор, как мы его получаем? Его нужно сделать. Как? Вопрос именно в этом, да? Вопрос, есть ли технология для того, чтобы это делать? Я не уверен. А какой, на твой взгляд, могла бы быть эта технология? Это что-то... Ну, то есть механическое, не механическое, что это? Да, это же вопрос. Ты или что-то... Ну, давайте так, что делает почка? Она очищает, получается, органит кровь, да. Я не знаю, можно ли что-то пить, чтобы очистить кровь, сомневаюсь. Наверное, это что-то механическое. Ну, то, что ты сейчас говоришь про пить, это просто альтернатива, да? Да, это альтернатива, что это, окей, это на спрос будет влиять. Это да, это скорее туда. Мы хотим заместить как-то искусственно нашу почку. Знаешь ли ты о каких-то текущих ситуациях, которые используют искусственные органы? Вообще без понятия. Ну, окей, хорошо. На самом деле, это тоже такой немножко бизнес-сенсовый вопрос, да? Или скорее... Плохой ответ был. Ну, то есть, Исирий, знаешь ли ты про технологию? Это окей, если ты не знаешь, да? Окей, можно вырастить ее, клонировать. Внутри, да. Все правильно. Собственно, эту технологию сейчас используют. То есть, можно либо это вырастить в каком-то другом органическом теле, да, скажем так. Ну, сейчас это делают с животными, да? То есть, допустим, выращивают печень внутри животных. Такая технология уже есть. Соответственно, можно попробовать то же самое и с другими органами. То есть, первое, это либо вырастить орган, да, каким-то образом, либо внутри тела, либо не внутри тела. Это уже зависит от технологии. И вторая технология, которая в последнее время рассматривается как очень перспективная в данном направлении, это... Ну, клонирование, это скорее к первой относится. Вот выращивание, да? То есть, выращивание разными способами. А второй способ – это 3D-печать. И мне бы, наверное, хотелось вот буквально 2-3 таких базовых способа, которые ты видишь, которыми мы можем повлиять на спрос. Окей, базовое влияние на спрос. Процент людей, ну, число людей вряд ли, число болеющих – да, если мы будем... Число людей может быть, да, если мы, допустим, хотим уменьшить базу и ограничить... Ну, технически – да, но морально, мне кажется, это плохо. Морально – да. Окей, ну, давайте смотреть там с точки зрения морали. Мы можем изменить процент болеющих, если будем... Лучше лечить, окей. Ну, да, я не до конца понимаю, как это работает, но, например, если мы будем заранее выявлять проблему, то, возможно, почки удастся спасти. То есть, отлично, процент болеющих. Так, назначена пересадка. Но я сомневаюсь, то есть, насколько я читал, что если почка не работает, то никак это нельзя заменить. То есть, никто не хочет ходить делать капельницы каждую неделю. Получается, процент назначенных пересадок сомневаюсь, что на нее стоит влиять. Окей. Соответственно, база вечная, которую мы здесь влияем, – это процент болеющих. Да? И какими способами мы можем повлиять? Вот. Ну, я бы смотрел тут, как это вообще происходит, но если в общих словах, то мы лучше находим эту болезнь и лучше ее лечим. Ну, хорошо, да. То есть, более ранняя диагностика и более эффективное лечение. Да. Хорошо. Да, я думаю, мы на этом закончим. Хотелось бы услышать небольшую рекомендацию. И, как обычно, я, наверное, дам Ренату две минуты на то, чтобы сделать рекомендацию. Итак, перед нами стояла задача определить, с помощью каких факторов мы сможем снизить гэп на рынке почек. Опять следующее. Глобально можно влиять на спрос, так и на предложение. Давайте рассмотрим каждую из инициатив. С точки зрения предложения почек, опять же, можно влиять двумя способами. Мы или увеличиваем органические почки, которые мы получаем, или неорганические. Давайте посмотрим, что можно сделать в органических. На наш взгляд, основной фактор, который может достичь нашей цели, это увеличить процент согласия людей на то, чтобы в случае их смерти их почки были использованы. Мы считаем, что это можно сделать как с помощью изменения общественного мнения, с помощью или дебатов, или, получается, рекламной активности, или с помощью изменения, скажем, воздействия на эту точку зрения. Можем по-другому ставить вопрос, или по-другому, ну так, по-другому можем ставить вопрос. Вот эти основные блоки повлияют на процент согласия от текущих людей. Вот. Также стоит рассмотреть следующие два блока. Мы можем увеличить зону покрытия, то есть, забирать с большего числа километров квадратных в случае смертей. Ну, то есть, увеличить базу людей, да? Да, можем увеличить базу людей, а также можем увеличить эффективность доставки. Угу. Окей. Хорошо. А с точки зрения неорганики, мы посмотрели на две вещи. Это можно ли внедрить технологию клонирования, вот, и можно ли как-то печатать почки с помощью 3D-принтинга. То есть, посмотреть, как можно получать почки неорганически. Вот. На наш взгляд, это основной блок работ, увеличивать предложение почек. С точки зрения спросов, тем не менее, тоже можно влиять на рынок. На наш взгляд, основные два драйвера мы можем или лучше диагностировать это заболевание, которое приводит вот к тому, что почки перестают работать, или лучше его лечить вот до того, как почки отказали. Угу. И резюмируя, вот, ориентируясь на две предложенные нами инициативы глобальные, это предложение или спрос, мы сможем уменьшить для... Угу. Хорошо. Спасибо большое. В целом, Ренат справился с задачей, и мы достаточно неплохо сделали структуру, но у меня есть к Ренату два основных комментария. Первый – это несмотря на хороший и достаточно логичный контент, Ренат не делает структуру такую, как ее ожидает на кейс-интервью, то есть все-таки стоит немножко больше времени потратить на то, чтобы структурировать. При этом, как мы уже обсудили, структура может быть либо формульная, а это та структура, которая изначально помогает нам максимально по миссии разложить все факторы. И уже ближе к концу кейса мы чаще используем больше качественных структур, на которые тоже стоит уделять внимание и обязательно прорабатывать, сверять миссии структуры или нет. И второй основной комментарий – это делать стэпбэки по ходу кейса, то есть небольшие выводы. После того, как мы закончили анализировать каждый блок, нужно сделать небольшой стэпбэк, понять, где мы находимся сейчас, что мы будем делать дальше, это озвучить и перейти к следующему блоку. Да, согласен. Окей, хорошо. В целом, как у тебя впечатления от кейса? Вообще, я забыл тебе рассказать про риски и рекомендации. Но риски, они уже в данном случае, они не так важны, как в случае, если мы говорим про рекомендацию не по проползал. А, да, это же проползал. Да, так как это проползал, риски здесь менее важны, потому что риски, они важнее к какому-то конкретному решению, когда мы предлагаем что-то сделать уже. В данном случае пока все наше предложение, оно строится на анализе. Поэтому это не обязательно. А вот в целом? Смотри, в целом, на самом деле, фидбэк следующий. Так как я читал несколько статей, скажем так, много статей, про то, как действует эффект фрейминга и вординга, то вот весь этот кейс я думал только об этом. Я думал, окей, если мы поменяем всего одну фразу и одну галочку, мы там от 5% перейдем к 95%. И типа вопрос, зачем вообще фокусироваться на чем-то другом? Это вот как раз-таки проблема каких-то знаний, да? То есть часто говорят, что знания в кейсах мешают. Это, собственно, то, почему мы говорим. Вообще, да. То есть на протяжении всего кейса я думал, окей, зачем поднимать, зачем делать дебаты, если там замена галочки утроит конверсию. Да, здесь есть очень важный момент. На самом деле все-таки кейс – это не реальная ситуация, да? И задача кейса не только проверить, насколько логично вы мыслите и насколько вы знаете про индустрию, но также задача кейса является проверить структурное мышление. Так вот, именно для того, чтобы мышление было структурным, есть смысл добавлять в свои ответы те моменты, которые даже ты считаешь неприоритетными, да? Ты можешь это озвучить потом. То есть ты назвал там 10 ответов и сказал, что… Но лично мне кажется, что вот эти два, они самые приоритетные и они больше всего повысят конверсию. Но если ты назовешь только эти два, твой ответ будет не структурным. Ну, понятно. А если ты называешь 10, а два приоритизируешь, это очень хороший ответ. Хорошо? Да. Ну, я думаю, на этом мы закончим. Спасибо всем, что были с нами и следите за следующими выпусками. А также пишите комментарии внизу под этим видео. Вот здесь. Да. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.